И вот этот кубинец, которого мы сейчас смотрим, он тоже не великий боксер, правильно? Уважаемые любители кубинца, он хороший, хорошо. Абсолютно, Борис, вы правильно говорите. На Олимпиаде была средняя команда Кубы. Без и звезд. Не было Ригонды, нету Стивенсона, нету Савона, нету Хернандеса, нету Радикса, нету великих боксеров. Средняя команда. Но они, первое, выполняют команду. Во-вторых, технически очень хорошо подготовлены. И самое главное, великолепная физическая подготовка. Они в высоком темпе могут боксировать все четыре раунда. Вот о технической подготовке. Как раз вот эти моменты, которые мы сейчас смотрим на экранах, в замедленном повторе, демонстрировали именно хорошую техническую подготовку кубинского боксера. Ну что ж, надо что-то делать, надо делать Иванову. Наверняка сейчас Лебезакин ему подсказал. Что и как. Но удастся ли ему это воплотить? А если Иванов пойдет драться обмен ударами, я не думаю, что это пойдет ему на пользу. Потому что все удары, обратите внимание, Ивановы идут не по цели, а по защите. Ну успевает, успевает кубинец перекрыться. Да, он на руки высоко. Да, руки высоко. И вообще он как бы от защиты работает. Правильно, от защиты он принимает на себя удары Иванова. Принимает на себя, а потом, когда выхолостился Иванов, когда все нанес, он тут же дает в ответ, бьет в ответ и попадает. Издали, издали пытается атаковать Иванов. Нет, кубинец тут все видит. Конечно, такого шанса он ему не даст. На этой дистанции. Просто провалил. Ну и здесь еще, вы знаете, что ноги, вот что, чем сильны кубинские боксеры ноги, у него, у кубинца очень хорошо работают ноги. Смотрите, как он двигается. Да, технически у нас начнем получше, конечно, это видно. Вообще, немножко последние годы, немножко проблемная становится весовая категория, да, для нас? 69 килограмм? Да. Давно уже у нас здесь не было такой яркой звезды. И впереди вот это четырехлетие к Олимпиаде. И должны появиться спортсмены, заявить о себе так, чтобы в лаг появилась какая-то такая вот яркая надежда. Посмотрите, как он работает корпусом, Суарес. Вы обратили внимание, движение корпусом, вот ведь ничего лишнего он не делает. Да, он вообще ничего ничего не делает. Он убирает голову. Очень рационально, с первых секунд он ведет этот поединок. Он убирает голову при помощи движения корпусом. Иванова бьет голову, она двигается, в нее тяжело попасть. Движущая цель. Принимает удар и тут же ответ. Да, быстрее. Кубинец явно быстрее. А перерезает. Разнообразнее. И разнообразнее к тому же. Да, неубедительно, неубедительно. Ну что ж, остался последний раунд. Нет, это третий раунд сейчас будет боксировано. Приготовитель 14-й поле позиции. А, отбоксировали третий раунд. Сейчас будет четвертый раунд. Абсолютно правильно, Борис, сейчас будет четвертый раунд. Значит, что можно посоветовать? Вот что можно посоветовать? Я не знаю. Уважаемые любители спорта, рядом с нами сидит далеко олимпийский чемпион. А чей в Киев, значит, пожимает плечами. И что можно посоветовать? Нет у него совета. Он посмотрел, пожал плечами и сказал, нет у меня совета. Ну, Борис, что можно посоветовать? Ну, что посоветовать? Ну, не сдаваться же. Ну, я не говорю сдаваться. Ну, все-таки давайте, ну, какая-то надежда остается. Поболеем за нашего боксера. Да, действительно, очень сильный соперник. Пока не подобрал к нему ни одного ключика наш боксер. Но надежда умирает последний, давайте посмотрим. В любом случае, это Кубок Мира, это сильнейшие боксеры. И если выигрывает кубинец, если он выиграет, ну, что же, давайте посмотрим за тем, как мастера действуют. И насладимся его. Мастерством? Мастерством, да. Да, счет вообще безнадежный. Ну, к сожалению, к сожалению. Погибший кубинец. Побольше фантазии у кубинца. Мастерства, наверное, побольше. Абсолютно успокоен. Опять-таки действует вторым номером, дает атаковать Иванову, но руки на месте, ноги свежие, до сих пор прекрасно двигается. И вот взорвался атакой. Хоть и не попал точно, но как бы чуть-чуть осадил. Вы знаете, вот смотрите, вот идет Иванов вперед абсолютно безнадежно. Безнадежно. Он и сам чувствует, что... Да, он бьет, даже в удары у него, на мой взгляд, стали уже не такие быстрые. Или не столько желания в ударах, как было буквально вот на раунд два назад. Не попадает, вы знаете, теряется уверенность. Когда боксер бьет и не попадает, и соперник защищается, теряется уверенность в своих ударах. Да, никакой загадки он не смог создать для соперника. Халласуарес все это четко просчитал. Заканчивается поединок. К сожалению, второй боксер из России, который встречается с кубинцем, сегодня в первый день этого турнира, и снова неудача. Снова сильнее оказался соперник. Кто смотрел наш первый репортаж, вы помните, что Голланов, Белик Голланов, очень хотел, в общем-то, выглядел вполне достойно против Фернандеса, но тоже не хватило в конце боя. Ну, а здесь, конечно, преимущество кубинского боксера было намного выше. Вы знаете, я подвел бы итог. Класс, мастерство, да и, наверное, желание у Суареса, у меня нет претензий к Ивану, он выложил, что у Суареса выше мастерства, выше, классный и, например, все выше мастерства. Карлос Бонто Суарес одерживает победу, вы это слышите, Сергей Филипп отнимает его руку. Ну что ж, посмотрим, как дальше на этом турнире сложится его судьба.